Сергей Сергеевич, два дня до выборов, один день до дня тишины, и сегодня вы в Костроме. Почему вы приехали именно в Костром? Что вы делаете сегодня? Я приехал, потому что я возмущен тем мошенничеством и обманом, которое творится на этих выборах. Обманывают все. Начиная с жеребьевки. Выиграла жеребьевку партия против всех. Графы против всех давно нет, поэтому придумали партию, чтобы у оппозиции, у Яблока отнять голоса таким образом. Приехали москвичи, толпами, люди из других регионов, которые и возглавили списки, и составили эти списки. Вот на этом фоне резко выделяется партия Яблока, потому что от нас идут только Костромичи. Список состоит только из Костромичей. Возглавляет список только Костромичей. Это известные люди, которые сделали очень много полезного и важного для вашего региона. Это Владимир Михайлов, промышленник, который создал сотни рабочих мест в Костромской области, не только в Костроме. Я вот был в чистых барах. Он там создал швейный цех, а там все тотальная безработица. Вот он откликнулся на просьбу и сделал вот что такое социально ответственный бизнес. Это очень большая редкость в нашей стране. Александр Лазутин – фермер, один из ведущих фермеров. Им умудряется сохранять свои хозяйства животноводческие и растениеводческие в условиях всеобщего кризиса. Третий номер в нашем списке – Валентина Ямщикова. Она эколог, очень известный, не только в Костромской области, но и в России. Она член нашей фракции «Зеленая Россия». Аграрий, промышленник и эколог. Какие еще категории граждан могут найти отражение своих интересов в вашей программе? На что избирателям обратить внимание? Каждый потребитель коммунальных услуг может найти отражение в нашей программе, как вы сказали. Мы боремся за полную прозрачность системы ЖКХ, тарифов, за ответственность управляющих компаний, а часто они мошенничают. Самая главная задача партии «Яблоко» – это борьба с коррупцией. Депутат должен уметь ловить за руку вороватого чиновника. Наши депутаты умеют это делать. Мы спасем Костромскую область. От чего спасать? Несмотря на то, что звучит несколько глобально, амбициозно, спасать есть от чего. За последние 50 лет население Костромской области сократилось на треть. Причины разные. Но всеми надо заниматься. Это, конечно, низкий уровень здравоохранения, поэтому повышенная смертность выше, чем в среднем по России. Это низкое качество образования. В первую очередь высшего образования, поэтому люди едут учиться в другие регионы и там остаются. В некоторых местах это загрязнение окружающей среды. Тоже проблема, которой надо заниматься. И лозунг совершенно правильный. И чем будут заниматься наши депутаты партии Яблоко? Михайлов, Лазутин, Емщикова. Они будут спасать область? Ну, страшное слово, но, к сожалению, придется его произнести. От вымирания. Мы назвали тройку регионального списка. А как вообще работает партия Яблоко в Костроме? Хотелось бы узнать вашу оценку деятельности регионального отделения партии Яблоко. Яблоко в Костроме работает очень активно. Я могу привести конкретный пример. Когда я приезжал в прошлый раз, мы спасали жителей одной из улиц Костромы от точной застройки. Спасали конкретно. Мы взяли и своими руками убрали строительный забор, который перегородил путь к роднику людям. Я разоблачил мошенничество, когда чиновник городской администрации сначала успокоил жителей, что у них ничего не будут строить прямо во дворе их дома. А потом взял и сам же написал разрешение на строительство. Я уже отправил генеральному прокурору письмо. И так по каждому случаю, когда чиновники обижают жителей вот таким образом, партия Яблоко с этим борется. Хотелось бы узнать ваше личное мнение, как опытного политика, насколько долго на политической сцене в Костромской области продержатся вот эти вот мелкие партии, которые вдруг неожиданно появились у нас в преддверии выборов? Они не продержатся, потому что их нет. Это пустота. Нет этим партиям у них ни будущего. И нет им никакого прощения. Их надо просто гнать поганой метлой. Единственная партия, которая не врет своим избирателям на этих выборах, это партия Яблоко. Единственная партия, в которой нет ни Варягов, ни Варюк. Это партия Яблоко. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям Костромской области. Я обращаюсь к жителям Буя. Прийти и поддержать именно партию Яблоко на выборах 13 сентября. Промышленник Владимир Михайлов, аграрий Александр Лазутин и колок Валентина Ямщикова. 13 сентября. За Яблоко. Номер 3.